Земную жизнь пройдя до половины. К юбилею города Наринмара известный в округе историк презентовал новую книгу. Она стала 10-м юбилейным трудом автора. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Времена и годы. В этой книге рассказывается история города Наринмара и его жителей. 60 лет вошло в первое издание. Кроме истории города, это интересные люди, которые жили в Наринмаре. Их было очень много. Людей разнообразных, интересных, которые бывали здесь, жили здесь. Затем это первые памятники Наринмара, которые появились как раз тоже в период именно, который описывается в книге. Это первое здание, которое исторически имеется в виду. Здание Дома Советов, нынешняя администрация округа. И, соответственно, почты наши. Потому что это здание тоже с очень интересной историей. Ну, в общем, достаточно много всяких событий, историй, фактов. На протяжении четырех лет Юрий Канев собирал информацию в архивах и музейном объединении. Богат историей наш родной город, поэтому часть материалов из книги пришлось изъять. Однако они никуда не пропадут. Будут опубликованы во второй части будущей книги. Какие-то данные, особенно о жителях Наринмара, это их потомки, дети, внуки рассказывали. То есть там, например, очень интересная история есть про Василия Подольского, радиста, который у нас здесь жил. Такой очень был колоритный человек. Я думаю, вот Старожил Наринмара помнит еще его. Потому что действительно это был человек, который считался одним из лучших радистов северно-морского пути. И вот я о нем сегодня в книге рассказал. Так что там действительно много интересных людей, колоритных людей, людей с такими интересными историями. Поэтому я думаю, что есть что почитать. Книга была готова к изданию еще в 2016 году. Однако из-за финансовых сложностей печать перенеслась аж на 2021 год. И, конечно, надо отдать должное, поблагодарить департаменту политики Нинесского округа, который изыскал деньги. И в этом году мы книгу издали. И я думаю, она станет хорошим подарком. Всего было выпущено тысяча экземпляров, каждый в 400 страниц, на которых более 600 фотографий. Книга будет интересна широкому кругу читателей. Познакомиться с содержанием можно в библиотеках у округа.